Йоу! Всем привет, братишка мой, сестренка моя! С тобой, как всегда, я, Альберт Утилизатор, а за кадром отец Шиморо. И добро пожаловать в Скамчатский! Значит, сегодня я выражу тебе негодование, но прежде чем я выражу тебе негодование, я скажу тебе большое спасибо за то, что ты поддерживаешь наше выживание, соответственно, в Скамчанском, и я продолжаю для тебя снимать. Предыдущая серия была, ну, достаточно неудачная для Альберта, да? Альберт Утилизатор всю серию утилизировал только себя, потому что играет на хардкорном сервере, и, соответственно, почувствовал себя не очень хорошо. Поэтому я выбрал другой немножко сервер, сейчас мы с тобой покатаем, хотел с тобой вообще поговорить по поводу Скама и по поводу всего. Во-первых, нужен ли тебе еще Скам на канале? Значит, мы сейчас начинаем новое выживание, потому что я не смог пробиться сначала на хардкорный сервер. А когда я смог пробиться, значит, там оказалась ночь. Значит, рассказываю, пришел я на хардкорный сервер ночь, ладно, думаю, подожду пару часов, ночь пройдет. А так как там время неебически долго тянется, спустя 5 часов там до сих пор темное, вонючее время в 6 утра или в 7. Это просто невыносимо. Значит, поэтому я принял решение Альберта Утилизатора реализовать на другом официальном сервере, значит. Вот, поэтому посмотрим, что у нас и как пойдет. Значит, давай определимся, где мы с тобой находимся. Сервер не хардкорный, наконец-то, потому что что-то... Тут аирдроп рядом. Блядь, у меня отверток нет. Аирдроп рядом. Может, его кто-то вскрыл и что-то не взял? Так, если это север... Где север? Норс. Норс здесь. Значит, мы бежим на юг. Во-первых, значит, спасибо тебе за поддержку, я тебе сказал, да? Во-вторых, скам обновился. Да, то есть какое-то новое обновление у нас ввели разработчики. Поэтому нам с тобой достаточно интересно должно быть. Мы бежим сейчас в сторону аирдропа. Давай посмотрим. Может быть, там кто-то его что-то попытается залутать, попытается что-то сделать с этим аирдропом. Поэтому, если что, мы с тобой вовремя внедримся и дадим пиздюляточку. Либо получим пиздюляточку. Посмотрим, как у нас пойдет у Альберта. Значит, от хардкорного сервера меня немножко бомбануло. Ёбаные светы. Кстати, с 8 марта. Да. Вот. Поздравляю. Ну, в Телеграм-канале я уже, соответственно, поздравил. Сделал тебе пару постиков сегодня. Спасибо тебе большое, что подписываешься в Телеграм-канал. Потому что хуй его знает, как будет дальше, какие у нас будут дальше обстоятельства. Да? Насколько быстро наебнется у нас с тобой Ютуб. Он может наебнуться в любой момент, как бы. Но мы не печалимся, мы не расстраиваемся, значит. Мы действуем, как нам надо, как говорится. Да? Снимай, пока есть возможность снимать. Поэтому, если вдруг я на какой-то другой сервис попаду в Телеграм-канале, ты, соответственно, узнаешь об этом первым, да? То есть, как бы, и у тебя не будет с этим проблем-то, и мы не потеряемся с тобой. Поэтому это очень важно, быть подписанным на Телеграм-канал. Так, что у нас здесь есть с тобой? У нас с тобой можно создать... Почё, длинных палок нету, что ли? Да ну. Вон, видишь, аэрдропчик дымится. Ёп твою мать. Посмотрим, как у нас пойдет с тобой с Альбертом сегодня, да? Насколько мы с тобой интересно сможем повыживать. Насколько у нас с тобой получится. Хотелось бы найти как можно больше людей, на самом деле. Скам игра объятная, объемная, но людей вообще нихера не видно, не слышно. На какой бы сервер не пришел. Это крайне печальная ситуация, то есть, потому что карта огромная, да? То есть, все занимаются своими делами. Здесь все закрыто, да? Ты знаешь, я надеялся, что его уже подлутали. На самом-то деле это Тейр. Я надеялся, что... Эх. Ну и хуй с ним, как говорится. Вот для чего, кстати, нужны отвертки и для чего нужно постоянно брать с собой пинбоксы, отмычки и так далее. Для того, чтобы таким вот образом мы с тобой могли открывать что-то, да? То есть, открывать те же самые айрдропы. Здесь тем более это важно на этом сервере, потому что... Мы с тобой соспаунились в хуевом месте, на самом деле. Поэтому это крайне печальная история. Давай мы с тобой переспаунимся и поболтаем. Ни хрена интересного мы с тобой здесь не найдем. К сожалению, как говорится. Вертел я нахую, а к сожалению... Так, смотрим. Оп! Заебись. Сверху что-то есть и военочка у нас дальше ожидается. Все по плану. Бежим, короче, на север. Сейчас делаем с тобой ножички и поболтаем. Вообще, скам очень интересная выживалка. Значит, Альберт мне персонаж нравится. Я его называю постоянно Петей, потому что с Петей у нас с тобой связаны особенные эмоции и чувства, да? То есть, мы с тобой с Петей очень много прошли. И, соответственно, Петю не хотелось бы бросать. Но и надо поиграть во что-то новое. Мне хочется Альбертом утилизировать кого-нибудь, как говорится. И посмотреть, как у нас с тобой пойдет. Хардкорный сервер оказался, ну, чересчур не очень, как говорится. Да, зомби какие-то лагающие, как-то странно пиздят с трех ударов. Ладно, я шучу. На самом деле, меня бесит то, что очень долго нужно ждать по времени, чтобы, соответственно, завалиться на хардкор-сервер и получать там удовольствие. Вот, спасибо тебе большое, кстати, за поддержку песни. Песня «Качеством лучше» выложена, соответственно, которая называется «Луна». Она выложена, если вдруг ты не видел, может быть, сейчас многие ребята перестали видеть оповещение. Вот, поэтому здесь тебя оповещу. Значит, песня в лучшем качестве находится в Телеграм-канале, в хорошем. Также она скоро выйдет на все площадки, буквально в течение недели. Это Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка. Ну, как обычно, как многие мои треки, которые есть на этих площадках. Вот, поэтому там она тоже будет. Ну, если ты хочешь сразу ее себе взять в хорошем качестве, соответственно, YouTube почему-то урезает очень сильно качество. И, соответственно, не очень это хорошо, конечно же, выглядит. Может быть, я хуево при экспорте файла сделал, на самом деле лоханулся, как бы, и сделал значительно хуже она звучит. Не так, как она должна звучать. В общем, в Телеграме у тебя есть оригинальный файл, да, который ты можешь спокойненько скачать и поставить себе на компьютер, как говорится. Что у нас здесь? Лук, конечно, это заебись. Можно, в принципе, сразу заебашить себе лук и пойти дальше выше. Посмотреть, что у нас из этого получится. Слушай, а ты знаешь, на самом деле, вот, поиграв на хардкор-сервере, столько серий, да, как мы с тобой играли. Когда у нас не было карты. С картой, блядь, как-то даже, знаешь, такое ощущение, что я как будто в другую игру попадаю. Это удивительное чувство. Это очень хорошо. Так, значит, стрелы, стрелы, просто стрелы делаем. Просто обычные стрелы, которые нам некуда положить с тобой, да? Мы заебательские с тобой, ребятишки. Конечно же, мы заебательские ребятишки. Мы же стрелы никуда не можем. Мы же не можем их носить. Мы можем их только в руку себе положить. Как дурачок, блядь, буду бегать со стрелой. Так, ладно, давай сделаем нормально все. Прежде чем заниматься стрелами, нам нужно с тобой сделать рюкзак, потом уже заниматься какими-то вещами. Здесь время бежит значительно быстрее, да, на обычных серверах. То есть, хардкор-сервер там нету ни чата. Здесь тоже, кстати, нету. Я в настройках что-то делал с чатом, поэтому я не знаю, есть ли у меня здесь чат или нет. Но, может быть, люди редко пишут, стараются не палиться. Знаешь так, нам бы не спалиться, чтобы вертел можно сделать. Нам нужно с тобой сделать веревку сейчас обязательно. Это наша приоритетная задача, это наша цель. Из пяти маленьких деревянных палок. Здесь есть длинные, мы рубим на маленькие, да? Ну, чтобы мы с тобой стрелы, раз уж лук нашли, можно заебись им пользоваться, да, если вдруг что-то кого-то встретим. Хотя вероятность встретить кого-то в скаме, это просто отвратительно, потому что, ну, реально, почему-то с этим очень много связано проблем, да? То есть, как бы, карта, ну, нереально неебически огромная. Непонятно, где игроки живут, непонятно, где они лазают, как их достать. А Альберту-то нужны трусики, да? Я тебе напоминаю, этот персонаж создан потому, что он охотится на чужие трусики. То есть, мы рвем свои на старте. Обязательно, да, чтобы наши трусики никому не достались. И, соответственно, охотимся на чужие трусы. То есть, если их здесь нет, бля, это что за хуйня вообще? Как это так? Так, найдем сейчас кого-нибудь, я думаю. Может быть, не на этой серии, может быть, на этой, не знаю. Здесь тема такая. Так, теперь нам нужно с тобой заебашить, знаешь, что? Нам с тобой нужен рюкзачок. Рюкзачок, старичок. 3. 2. Нож. Ну, у нас все есть с тобой. Все же заебись здесь? Веревочка есть же? Есть же. Тряпочки есть? А, понятно. Нарезаем на тряпочки, я понял. Трусики у нас с тобой маленькие. То есть, хотя пипон при создании Альберту, да, я делал достаточно огромного размера. То есть, по идее, трусики должны быть большие и вместительные. Но почему-то тряпок не хватило у нас. Теперь мы можем спокойно сделать рюкзак и, соответственно, поместить стрелы. И у нас все будет заебись. Сейчас посмотрим, что у нас здесь на этой локации. Будем двигаться вот так вот. Чик-чик-чик. И до Б1 к аэропорту. А там будет сидеть кемпер, он мне даст хэдшот. И все, и мы отваливаемся и идем дальше выживать. Заебись у нас с тобой план. Да, Б1. Надо карту хорошо изучить и ориентиры запомнить. Потому что, когда пойдем на хардкор сервер играть, чтобы было понятно. Север, запад, северо-запад, большой город, северо-запад. Это очень важный город, это очень хороший город. Он нам всегда нужен. Так, делаем вот таким вот образом. Теперь мы забираем стрелы, которые мы с тобой хуячили. Деревянная стрела. И мы можем еще нахуячить с тобой... Маленькая деревянная палка. И теперь мы можем еще нахуячить с тобой стрел. Это очень важно. Еще стрела у нас здесь. И еще стрела у нас здесь лежит. Вот так вот вступить, видишь, можно. И каменному ножу пришло пиздарик у нас, да? Я понял, к каменному ножу пришел пиздарик. Мы сделаем новый нож, но у нас теперь есть лук. Видишь, сразу Альберт заряжает лук. Да, Альберт? Нет, это, конечно, заебись, что ты стреляешь уже сразу. Ладно, ну хоть кем-то, чем-то кого-то буду пугать. Как бы не знаю, кого я буду пугать своим луком. Так, что у нас здесь такое? У нас здесь находится... Не есть. Ты не есть, пожалуйста, сразу. Нахуя ты, мухомор? Господи. Ебаный свято. А почему нельзя взять? Почему нельзя сорвать мухомор, например, да? А почему он сразу его хавать решает? Мне вот это вот интересно. Забираем камешки и двигаемся дальше. Мне кажется, что вот в этом выживании у Альберта, да, у нас все-таки должна быть удача. То есть у нас была такая черная-черная полоса с ним. Вот нихуя не везло. То есть Альберт получил пизюлятинку. И, соответственно, мне кажется, должно быть вот этот вот момент, да, когда Альберт будет на коне, понимаешь? В данном случае мы должны посадить Альберта на автомобиль. Это очень важно. То есть Альберт должен ездить, собирать трусики, складывать их в пикап, искать дом, где он будет утилизировать их и так далее. То есть у Альберта есть свои цели и задачи. Ладно, сейчас пробежимся. Я уверен, что здесь мы сейчас что-то с тобой залутаем. Опа, нихуя! Что это за объектик такой интересный? Это свалка. Помнишь, я был на свалочке-то здесь-то, ёпта! Знаешь, в чем минус? Здесь нихуя нет вообще. Хотя вроде есть что-то, но здесь нет роботов. То есть это мы точно знаем с тобой. Мы с тобой на Пете, когда выживали за Петю, за Байка, да? За Петю, за Байка. На Пете, за Байка. Значит, мы с тобой здесь были как раз. И нам нравилась эта локация. Тем, что здесь нихуя нет. Поэтому я пизжу тебе, что она мне нравилась. Она мне очень не нравилась. Но здесь есть вот такие вот штуки всякие разные. И я слышу зомби. Когда мы играли за Петра... Ммм, сигнальная ракета. Не знаю, нахуя мне прицел нужен. Здесь зомбаки, да? Да, здравствуйте. Отъебитесь от меня, пожалуйста. Отъебитесь! Вот так вот. Хорошо. Что, потек уже, Альбертик? А, потому что, блядь, у тебя всегда так нахуй. Везучий Альбертик получает пизжулятку сразу же. Моментально опиздюлятельный парень. Еще сервер как-то подлагивает очень сильно. Проволочку, наверное, заберу. Он ведь молодой человек бежит бешеный. Ладно, аккуратненько работаем. Мы даже попасть по нему не можем. Потому что Альберт... Хотя у меня рукопашка у Альберта вкачана. Я сейчас делаю себе персонажа, как мне нравится. Чтобы накидулю делать. Да тихо ты! Какие-то подлаги какие-то странные. Как будто Альберт здесь не один. Стамина вроде бы есть, да? Есть. По стамине есть. Но у нас раны какие-то очень странные. Блин, оружие рукопашного боя вкачано. Сколько нужно? Как же долго это нужно? Что там Альберта? С1, С1, С1. Нормально. Ну видишь, на хардкоре зомби ебашут значительно. Они прям переебывают. Прям разница очень сильно чувствуется. На том хардкор сервере, на котором мы играли. Это... Опа! Нихуя себе! Удачка! Давай-ка разберем-ка мартышечку. Хули летаешь? Все в порядке у меня. Разбираем Альберта. Не Альберта, точнее, а зомби. Надо привыкнуть, что он у меня Альберт. Разбираем зомбочатинку. Чтобы было заебись. Надеюсь, на косточке мы разберем его. Хуяк пиздык и ни одной кости. Есть кость. Нам нужно создать иголку. То есть у нас уже теперь есть чем чинить одежду, получается, да? И тут есть рядышком военная база, на которой мы тоже с тобой пробежимся и посмотрим, что будет. Как бы пизды не получить, конечно. Потому что здесь может быть человек какой-нибудь. Хотя вряд ли. Кому нужна эта свалка вонючая? Кому она нахуй нужна, эта свалка? Хотя всякое может быть, понимаешь? Как повезет, как говорится. Альберту у нас не очень сильно везет, если честно. Поэтому я не знаю, что у него будет на уме. Все, у нас есть моточек. Мы теперь можем с тобой чиниться. Блять, раньше реально. Ищешь эти мотки за Петю, да? Ищешь эти ремкомплекты. Их нету и нету нигде, понимаешь? А тут хуяк прибежал, пожалуйста, тебе моток сразу лежит. Ой, пожалуйста, бутылочка тебе с водой. Ой, как хорошо. Вот тебе и свалочка. Только мы с тобой уже забились, и у нас с тобой нету нихуя рюкзака. Вот это можно пролутать. Они-то будут в комментариях орать. И еще веревки дохуя метровки. В принципе, так-то есть, что лутать, понимаешь? Только мусор мне не нужен, да? Вот это вот мне абсолютно не нужно, поэтому мы это можем скинуть. Сигнальные патроны мне точно не нужны тоже. Нужно найти чупаковую тормозное масло, заебись. Ну, это, конечно, очень-очень-очень весело. Одных хуя тормозное масло, кстати, я ни разу не встречал при выживании запять у тормозное масло. Скотч возьмем, потому что если вдруг... Если вдруг мы с тобой найдем огнестрел, обязательно сделаем глушак, чтобы не привлекать внимание. Здесь у нас жгуты, здесь у нас тарам-пам-пам, куски бумаг. Мне кажется, или что-то изменили в скаме. Как-то оно по-другому ощущается при лутании. Здесь же все выпили. Может быть, лутика побольше все-таки в таких местах стало? Возьмем вот эту штуку, вот эту выложим, да? Бля, ну знаешь, в чем проблема в таких локациях? Я не найду здесь шмоток. То есть, самая основная проблема именно в такой вот локации, то что ты не сможешь найти здесь вещей. То есть, здесь нету гражданских объектов, где бы там, я не знаю, ватничек, хуядничек найти для Альберта, что нет, пинтбоксы. Классно. Это можно выложить. То есть, вряд ли я здесь найду рюкзак, знаешь, что-нибудь такое. То есть, в этом минус таких вот локаций. Я найду здесь только пиздюлей от зомби, мне кажется. А помню, мы когда-то на байке заезжали. Никого не вижу, движения нет, да? Все у нас тихонько. Все спокойненько, все можно лутать. Бля, почему-то у меня хорошее предчувствие насчет этого выживания у Альберта. Ну, пожалуйста. Штаны с заебательскими слотами. Почему у сервера такая задержка какая-то есть? Да, я беру вот предмет, когда перекладываю. Какое-то что-то странное. Так, здравствуйте, сэр. Здравствуйте, уважаемый. Ах ты, сука, такая. А все, кончилось. Будем пиздящиться. Давай натыкивай у тебя стамины до хера. Просто припиздюлей его! С1. Нормально все. А стрелы, которыми я промахиваюсь? Что с ними мне интересно? Ну, мы хоть ватник нашли. А вот стрела, которой я промахнулся, кстати говоря. Металлический лом. Ремонтный комплект. Ну, нахуя он мне не нужен? Альберта с лука стрельбы очень плохо, поэтому он сразу, видишь, руки начинают трястись. Альберт неопытный. А в тебе была стрела вообще моя, не? Она же вошла в тебя? Или она прошла насквозь? Что там? Хуя-то. О, пожалуйста, блядь. Вот и не хардкор сервер. Он уже наш человек какой-то пишет в чате. Это хуево! Я привык без чата. Почему нельзя сделать просто сервер без чата, чтобы он был не хардкорный, например, с картой, но без чата. Ой-ой-ой-ой. А это русский сервер. Ёптую мать. Совсем забыл. Блядь, а как утилизировать трусики здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, распизделись. Это аааа. Ладно, полиция не будем. Ник свои впаливать не будем, ребятам. Чтобы они не знали, что Альберт пришел, как говорится, да? Ну ладно, посмотрим, как у нас пойдет выживание. Видишь, только стоит одному написать. Все молчат-молчат. Хуяк-хуяк, пиздык. И все сразу распизделись, понимаешь? Бежим туда. Нам нужно вот сюда. Иди, уроды, робота спроси. Может, у него есть. Так. Значит, уронить, отремонтировать. Я чем могу отремонтировать? Ага, у меня же ремонтный комплект есть, точно. Заебись. Тактический свитер мы с тобой отремонтировали. Очень хорошо. Очень хорошо. Вода у нас есть, да? Посмотрим, сейчас это военочка или нет. У нас территория вот эта вот. Какие-то подлаги пошли очень странные. У нас с тобой одна стрела, можно стрел побольше сделать. Но все равно, лук, знаешь, какое-то такое оружие в этой игре. Как ты знаешь, как тебе объяснить? Оно очень неудобное почему-то. Вот в скаме, там, например, я не знаю. Когда ты стреляешь с лука в расти, в том же, да? У тебя есть определенные охуенные эмоции и ощущения от стрельбы из лука. Особенно, если ты в кого-то попадаешь, да? У тебя есть такое, знаешь, импактовое чувство. Здесь какой-то лук, блядь, какая-то... Какая-то не лук, а залупа деревянная, понимаешь? То есть, такое у меня ощущение. Не знаю, поэтому никогда вот стараюсь лук, а не... Опа, кто-то фундамент и башился. Карта от Killbox Z0. Нужно кому? А что, ребята здесь все дружат, что ли? Кстати, вот мне интересно, вроде бы выживание, то есть есть союзники, есть враги, но в основном на серверах, насколько я понимаю, там чей-то домик или что? То есть, в основном же люди реддит друг друга как-то воюют, да? Тут все переписываются, понимаешь? Как бы, насколько я понимаю, в скаме развита вот эта система торговли, если ты играешь большим кланом, да? То ты можешь, соответственно, с кем-то поторговаться там, прийти навстречу, а тебя могут обмануть, наверное, да? И все забрать, я не знаю. Как это работает здесь? Ну, расскажи мне, может, у тебя есть вариативные вариатизации? Система работы игры? Может быть, ты знаешь больше, чем я? И какой валютой пользуются? Обычно идет бартерная система? Или вот эти доллары, которые мы находим, где-то применяются на каких-либо серверах? Так, мы с тобой практически добежали сюда. Да, мы с тобой залутаем вот здесь. У нас выходов мало. То есть, вот здесь можно лутать и остаться внизу, а можно пройти на мост и посмотреть. Мост еще, кстати, можно будет полутать. Пизда-то было бы найти машину, потому что машина у Альберта, она у нас вкачана, да? То есть, ты на машине можешь, в принципе, передвигаться, ездить и получать от этого удовольствие. Ни одного милишного оружия у нас нормального нет. Какой-то вонючий ватник. Ну, зато у нас окна-член остался. Это тоже хороший знак. Да. Военочка, которая мне нужна очень сильно. Ее мы сейчас будем лутать с тобой. Посмотрим, как нам повезет на самом деле. Потому что, может быть, нам сильно повезет, у нас все будет заебись. Мы с тобой сейчас как лутканемся, как заебись оденемся, как почувствуем удовольствие, как почувствуем кайф и внедримся в систему, как говорится. И сразу почувствуем полноценное выживание на этом сервере. Сейчас мне интересно стало. Это же, да, это военочка. Она же должна быть с бункером. Ой, как я не люблю чат, надо вырубить чат. Много лишнего попиздежа. В смысле, нахуй? Прыгай быстро на карниз. Не волнуйся, это всего лишь игра, он сказал. Что? Такого раньше не говорили роботы. В смысле, а что у них? Что с интеллектом? Прикинь, я первый раз такое слышу. Он сказал, замри, а потом, не волнуйся, это всего лишь игра. What the fuck? А когда они ввели это? Фриз. Don't worry, it's just a game. Я, Альберт, утилизатор. Робот часто поворачивается спиной. Интересно, он один на маршруте, получается, да? В принципе, этот бункер конкретно не является каким-то сложным моментом для его проникновения. То есть, вот он поворачивается спиной, можно, в принципе, обойти его время. Можно от будки сейчас отыграть будет, как только он повернется спиной. Мы пробежимся. Он очень быстро стал перемещаться. Дай-ка, военный. А, еще один. Пошел нахуй! Да, пошли вы нахер. Я, Альберт, утилизатор. Я, Альберт, утилизатор. Не достать вам меня, блядь. Мы на опыте просто с тобой хуяк-хуяк шмыганули, понимаешь? Хуяк-пиздык. И все пусто. Абсолютно. Я вижу, что-то на столе там батарейка какая-то, либо какая-то хуято. Охуительно, классно. Классно лутаемся, ребята. Классно работаем. Молодец, Альберт. Еще зомби C4 здесь рядом, где-то на другой стороне. все пролутаны все вылезали ребятки твой блядь есть еще два ангара астакуха без пены пошел на путь ну вообще не умеет играть у робота вообще скилл хинит так они сейчас главное на меня не вебаться чей-то а то я знаю любителей мин под расставить у нас то обычно ребята любят и практикуют я хочу за пустота ебать там зомби да ну нахуй там кого-то убили ребята мне не везет мне просто не везет нахуй я не убью их всех я такой первый раз вижу огромное скопление зомбарей просто огромное скопление зомбарей в бункере как в это играть я не понимаю куда ты стреляешь меня не видно что за нахуй по одному впускать там в броне через человеки меня перекроет пробежаться через весь бункер вернуть а смысл а смысл делать такие вещи а лучше делать чем не делать правильно хуевая территория хуевой ситуации да ну нахуй куда я попал это что за хуйня разработчики скама вы чё блять это что за нахуй ты куда лутаешь-то долбик альберт альберт это групповой слушай а и ты знаешь я играю с камнем первый день ну вот сейчас даже вот без бомбежа давай будем с тобой стрессоустойчивыми блять но я играю с камнем первый день и такую хуйню вот что сейчас происходит что сейчас произошло я вижу первый раз 50 зомби блять не так было стопа моему я не знаю видел ты или нет блять это они были в каждом коридоре в каждом углу насажденные друг на друга блять что-то с этой игрой ебучей вообще не так стало не может быть такого огромного количества зомби понимаешь что это за хуйня объясни мне пожалуйста что это за залу я такого никогда не видел ты вбегаешь там все четыре зомби на верхнем этаже зомби в нижнем этаже зомби в коридоре зомби везде блять зомби вокруг одни зомби все зомби блять посмотрим сейчас чего здесь вот у нас за ситуация посмотрим про лутаем нужно как-то начинать потому что скам это такая игра даже не буду блять ни ножи крафтить ничего это все очень странно когда выживаешь сками да здесь очень важная тема на старте именно поймать этот старт то есть можно рискнуть можно не рискнуть как бы я люблю когда мы не на ту дорогу пошли я люблю когда мы с тобой рискуем когда мы делаем какие-то действия не просто бегаем там прячемся от роботов и выходим сухими из воды хотел рискнуть пробежать понимаешь запереть дверь и отрезать зомби которые пойдут за мной и соответственно залутаться спокойно возможно я бы нашел какой-то вид вооружения которые бы мне помог но к сожалению нет зомби сделал мне не зомби блять они они это толпой сделали понимаешь это был моббинг это был просто пиздец и с такой ненавистью понимаешь меня отпиздили это очень интересно что с этим сервером не то либо здесь давно не лутали военные базы данный конкретно этом сервере да либо наоборот дохуя людей приходило лутать базы зомби там понаспаунились в надежде на то что блять вот этих дохуя людей мы с тобой сейчас припизделим то есть я пришел наверное туда после того как там была группа людей решили заспауниться бомби зомби на такое количество не просто не знаю как это работает но я никогда не видел такого огромного количества зомби заспауненных на одной локации это крайне странная залупа блять выглядит это это печально то есть выглядит это так как будто меня ебать пришли это очень странно а потом смотри какое городишко и вышка не помню было ли мы на такой локации или нет за что такое строительные резиновые но в резиновых сапогах наверное зимой холодно ладно пускай одену и очень долго лутается хочу это такое упа здесь хуй на залу тачки так значит что делаем снимаю свои трусики пойдем поздороваемся а как здесь как здесь болтать блять не совсем забыл управление передвижение боя здесь хуй ну забрать его транспорт клаксон свет режимы на чат фокус нажать чтобы говорить б о все нормально и просто нажал бы да и она работает короче здесь челик и это петя на байке наверное или на квадрике или на машине или он просто проехал отсюда здесь закрыто и здесь закрыто это город захваченный кем то блять не очень-то ребятам не везет короче с выживанием альберта альберт короче все неудачный персонаж и по он будет сдрюченный вечно петя был удачливый у пети было все заебись пете было хорошо понимаешь петя было классно альберт это просто пиздец какой-то просто пришел закрытый город понимаешь и плюс здесь еще чели где-то ездит у меня увечья застрелит нахуй может нам получится его резануть и вырубить очень сомневаюсь пацан здесь на золотошке лутается здесь братюнчик возможно здесь и живет закрыл себе гаражи блять и по красотуре все делает что-то у меня терзают смутные сомнения в удаче альберта понимаешь конечно вот бывает как назовешь корабль так и поплывет альберт утилизатор я назвал его утилизатор чтобы утилизировать уже и трусики поймаешь а на самом деле мне кажется альберта должны утилизировать все в этой игре блять зомби хуем и все остальные вот такой вот у нас альберт я не знаю какие вариации у него выживания есть это немножко расстроился в альберте он нихуя найти не может понимаешь он сухонный нож максимум я такого ножа не встречал блять в игре сколько играл за петю это что-то новое они наводились очень много всего постоянно встречаю какие-то новые объекты предметы и рюкзаки это хорошо но еды у нас нет а чел то где-то здесь вороны слышал мне кажется какой-то чё господи блять лучше очень хорошо стесака работает может от новое метовое оружие для нужно быть внимательным и очень люблю попиздить но надо слушать постоянно он зомби слышал вдалеке кричат это же не не ко мне всты кричат это они кого-то чувствуют в городишке мы явно не одни и вороны постоянно каркают нахуя мне маска но он пускай на день а то вдруг у нас будет близкий контакт здесь медицинка да у нас медичка не знаю пока буду брать всякую залупу потом отсортирую ничего полезного знаешь есть выражение ничего полезного есть полная хуета так вот все что пока собрал петя да это полная хуета здесь все по закрыта здесь абсолютно все по закрывали спокуха без пены купите все заебись а чел чекнул police station нет ни хуя себе отверток бы еще столько навалили мне нравится вам блять альберт блять как альберт работает тесаком то господи машина блять я буду называть его альберт машина выпьем чашку кофе после того что отработаем грибе хюня нравится тебе блять маленький ох альберт машина рукопашного боя просто рим конем потом шлем бунтаря выглядит он вообще нихуя не сломанным кстати говоря на мне но альберт конечно у нас мощный просто блять братишка знает свое дело так хорошо здравствуйте блять вам заточить молодой сэр решил вот видишь найти для тебя населенный сервер нашел и все заперто блять вокруг да ладно чесачок 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 просто пиздатейший оружие в скане ребята это просто великолепно честно тебе скажу чесак разбера за разъебывает просто я не ожидал на самом деле что тесак будет на настолько интересной пушкой то есть прям прям приятненько работать в этом направлении из зомби что-то очень много на серверах не знаю что разработчики там изменили но что-то они явно поменяли как будто вообще в локации населены значительно большим количеством зомби чем было раньше хорошо ремонтируем всю эту залупнинку шлем у нас отремонтирован можно выкидывать за лупу действуем дальше потом отсортирую у нас какая вообще рано c1 убить ну чесаком я доволен понимаешь то есть я теперь не буду упускать возможность если вдруг что-то случится писак нужно использовать всегда это охуительно шушь тесак прям из даты альберт превращается в петь пускай будет у нас мотоциклетные ботинки здесь нихуя начал видимо просто мимо проехал насколько я понимаю то есть он особо и не хотел залупаться на нас какой же огромный город блядь ну найду я что-то пизда ты или нет в этой игре хоть один намек на огнестрельное оружие хоть что-нибудь очень хуево нашли мы только яблочко нашли мы только яблочко реверова заебись очечки перчаточки а у нас были а у нас были перчатки перчаточки нам не нужны к нормально нормально альберт утилизатор посмотрел альберт тесак вот это мне нравится блять у альберта мне кажется есть будущее я ошибался мне кажется он самый удачливый выживальщик здесь на этом сервере будет смотри кому придет просто зашел в город забрал свое как говорится несмотря на то что противник где-то здесь ездит мне кажется это не каждый альберт так может наш альберт может наш альберт умеет как считаешь только жалко чтобы утилизировать кого-то надо кого-то найти надо было кричать сказать стой братишка альберт утилизатор давай сделаем из него нахуй какого-нибудь гайвера или я не знаю ну новую часть кризиса блять ботинки у нас уже подходящий еще такие штаны найдем блять и будет супер альберт утилизатор так а у нас тут проблема я пока выебывался с тобой да я же снял свою куртку в которой возможно что-то было они от она осталась на мне заебись альберту не холодно здесь здесь ничего нет я видел каску вот эта каска мне кажется залупа за шлем рабочего нам нужно теперь что-то края на голову надеть альберту заебательские красного цвета что-то потому что у нас каждый персонаж должен быть на стиле понимаешь рюкзак на более больше я менять не буду поэтому мне кажется такой рюкзак самые пиздатые в игре нам бы ремочку на я ремочка у нас есть мы можем в принципе с тобой ремонтом рюкзачка заняться до давай ну вот просто вот сейчас такой вот очень важный момент на этом видео я пока что-то менял да я я короче был моток не так у меня вот и давай вот просто сейчас вот вот на этот момент мы закроем глаза но всякое бывает время что заболтался ну торопился понимаешь ну как как и что угодно мы давай трубу возьмем что угодно можно придумать понимаешь в оправдание долбоебизма тут чел стоять боится на хуй нравится хорошо вы как хорошо опа у него друг стрелой меня стрелял 8 из 8 учила друг в кустах выходи не ссы альберт утилизатор здесь братишка слышишь меня да я я я я братан все не стреляй не стреляй не стреляй не стоя не буду не буду не буду я твоего друга убил прошу прощения я ему сказал ничего и что с ним он висит братан пожалуйста не убивай а чё зачем вы трусики пацаны сняли блять ладно извините пожалуйста я не буду трогать можно я ружью оставлю себе просто и все это ваш друг же у него неловкое положение сейчас пацаны но его я просто пришел на сервер поснимать сегодня кстати видос выйдет вот я считаю что лучше не выкладывать это же игра да да я вас тоже ребята блин ну я вон это почему он начал атаковать я жму сказал стоять бояться и он почему-то меня выстрелил но бывает ребята удачи вам а это не вы на машине приехали кстати здесь а вот здесь тачка есть что ли и база базы нету тачку мы нечаянно нашли на ну понял ну это если еще встретимся как бы вот другу привет передавайте от меня да я сам не знал что я здесь буду потому что я на хардкор сервере играю на первом официальном а там постоянно ночь короче мне надо видос записать а другого времени не было и поэтому я решил сюда прийти посмотреть что вообще как как альберта повезет ну блин трусика ни у кого из вас трусиков нет за вашего друга нету да давай было бы просто альберта у него цель понимаешь вот одна смерть одни трусики должны быть спасибо большое вот и вот молодец носишь труси 83 процента хорошо чистенький ладно ребята следите за собой пока господи кто знал что такое будет а ребят вот так вот понимаешь ну ситуация понимаешь альберт везучий то есть все таки я полу заполучил свои трусы и шума и шума что-то там понимаешь ты понимаешь альберта начал первая жертва первая жертва альберта понимаешь и трусики тебе и и маячочек и и маячка это все альберта и вирус низкого альберта и понимаешь насколько я счастливый сегодня альберт ты понимаешь от миллион тысяч лайков серия достойно понимаешь еще и ребят встретил знаешь я сейчас расскажу про одну проблему с которой мы с тобой столкнемся я не очень хочу пиздиться с нашими ребятами на серверах то есть если я кого-то хочу утилизировать и охотиться на их трусики да я не хочу чтобы это ребята которые меня знали которые меня смотрят которые которым нравится мой контент там свои да я не хочу чтобы это были они и поэтому я стараюсь играть обычно на серваках где меня могут не узнать потому что во всех таких играх как days как скам да меня везде узнают и вот эта большая проблема как нам решать с тобой эту проблему остаемся ли мы играть на на этих серверах или мы будем искать все-таки что-то более англоязычной европейской и так далее потому что все узнают и знаешь суть персонажа теряется когда ты когда я снимал для тебя и чван затван когда была придумана песня dance now like владимир белочки лайк лайком просто в единую тубе шимору владимир белочкин ты поймешь о чем я внедрялся в доверие уничтожил команды чё кабан братан вот и значит ну вот такая ситуация остаемся здесь поигрывать или по поищем жертв на других серверах англоязычных значит у меня просто очень много интересных таких вариаций выживания но мне очень хочется мне очень хочется чтобы я не вот так вот не получал удовольствие на своих же ребятах потому что альберт отилизатор он псих понимаешь ему нужны трусы то есть это очень важно и если я буду доставать трусы своих ребят то будет мне не очень как бы но видишь когда ты убиваешь кого-то ты можешь найти его чип то есть это как трофей да вообще как бы в этой игре когда ты кого-то уничтожаешь ты получаешь вот такой вот трофей а трусики это приложение к этому трусики это самое главное понимаешь но это были настоящие друзья понимаешь настоящий товарищ то есть я был вынужден найти трусы чтобы их утилизировать соответственно и ребята отдали свои понимать мне раны вскрываются вот поэтому я хочу сказать братишка мой сестреночка давай мы с тобой решим где мы будем играть на этом сервере либо мы будем искать более что-то европейское значит англоговорящие где меня не будут узнавать серия получилась великолепная альберт выполнил свою первую утилизацию утилизацию пока не выполнил нового получения трусиков то есть мы добились того чего хотели значит персонаж имеет место быть имеет право жить увидимся на новом видео с тобой был я утиз шумору пока пока и до новых встреч